Нет, вот я вижу мужчины раздетые, вы не сказали, хорошо. А здесь стоит много. Да, мы возвещаем людям путь спасения через веру во Христа Иисуса. Он взял наши грехи и умер за нас. Я, извини, перебиваю вас, у меня религия ислам, да, но я... Но я знаю, тут примерно 80% на этой рулетке все мусульмане. Из 10 человек только 2 попали с ним мусульмане. А зачем, я говорю, вы сюда пришли? А их спрашиваю. Они не знают ни своей веры, ничего. Раздетые еще бывают. Я говорю, а знаешь, причину я назову. У тебя дома, я говорю, 4 жены, за них надо колым платить. А тут 44 даром, и все голые. Вы пришли сюда. Как жеребцы на чужих кобыл скакать. Они смеются, сидят. Я его очень хорошо знаю. Я жил там. Мы проповедуем Христа распятого и воскресшего, чтобы люди верили в Господа Бога. Исполняли его святые заповеди. А тут люди собрались-то для одной цели. Грешить, прелюбодеяние. Все пьют, едят, курят. А в Библии как, дед, про судный день? А в Библии все это описано. Написано, никакой пьяница, прелюбодея, царствие Божие не наследует. Он будет в вечном озере огня, где плащ искрежет зубов вместе с сатаной. А который жил правильно, творил милостыню, помогал нуждающимся. Он будет справа стоять и называется овцами, а грешники козлами. Дед, я вот официантом работал, да, в ресторане. Людей обслуживал. Хороший, дорогой ресторан был. Но вы, арендатор этого ресторана, привели священника туда. Ну, отец, ну, отец называют, да, его отец, отец говорит. Двое пришли, молодых, такие, ну, борода, как у вас, волосы такие длинные. И в этом форме, да, как называется? Риза, Риза, Камилавка. Да, ну, в религиозной форме, так скажем. И они пришли, там начали освещение делать и очищение делать в ресторане. В первую очередь там подается спиртное, да. Как вы можете там прибыль хорошую, чистую заработать, если вы людям спиртное продаете и еще священника? Суть не в этом, дедушка. Послышали меня до конца. Он в Москве знаменитый священник, как бы все его знают при авторитете, так скажем. Я вам вот Богом клянусь, единым нашим Богом клянусь, да. Клясться нельзя, клясться нельзя. Клятва запрещена. Вы меня поняли, да? Да. Он пришел, дед, на следующий, через неделю, вот примерно не буду брать, максимум недели не прошло. Он вернулся, его пригласили в гости. Он пришел уже в современной одежде, но с бородой, как всегда. Сынок мне говорит, он на пять лет старше меня, если так сказать, молодой парень. Мне сынок говорит, типа, да, он отец. Я говорю, слушаю, да, я их обслуживаю. А что у вас спиртного есть? Я подумал, они шутят, а я же его знаю. Дедушка, они выпили три бутылки по 0,5 водки. Они потом заказали, а потом, когда уходили у бара, постояли, я им еще коньяк на лет по 50. И во время обслуживания я слышал их разговоры. Да, правда, разговоры были про людей, которые к ним обращаются за помощью. Разговоры были религиозные, но там суммы, да. То есть это для них бизнес, а не религия. Да, самый настоящий. Если они три по 0,5 водки выпили, эти люди, вот они начинают людям что-то объяснять, и люди им верят. То есть сейчас очень трудно различать то хорошее. Вот все его люди, да, его отцом знают правильно, святой отец, святой отец, пригласили его. Но он приходит в ресторане, в одежде, в джинсах и бухает. Мы как-то ехали в поезде, но они узнали, что мы верующие. Директор пригласил нас тоже в ресторан. Мы говорим, сейчас пост идет. Я вообще в ресторанах-столовых не бываю никогда, ни разу в жизни. Ну, вы придете, расскажите обои. О, тогда я приду. Ну, я не один был, нас шесть человек, мы пришли, там, сестры. Я начал говорить, я два часа говорил о Боге. И тогда один человек подошел, и мне показывает корочки, сотрудник КГБ. Вы тут людей перестаньте агитировать. А то я, а директор-то увидел, она подошла вот так, руки в боки. Вот, ты скажешь, ты у меня вчера на корочках чуть тепленький выполз. Он сразу извините, сел и больше не подходил нигде. Ну, я еще два часа у них проповедовал, на вопросы отвечал. Ну, меня Господь благословил на это-то. Ну, они говорят, ну, как вот, у нас, говорит, ехали священники здесь, говорит, пили, гуляли. Она тоже рассказывает. А мы ничего не берем и никак. Ну, хоть что-то возьмите, что вы взяли? Я говорю, если картошка нечищенная будет, сварите. Я возьму нечищенную картошку. Да мы сейчас сварим. Но они сварили, вот так у нас на блюде, мы ее понесли. Картошка нечищенная. Но они решили отблагодарить. Все. А попы гуляли, говорит. Я говорю, да сейчас, последняя перед Пасхой неделя, люди не едят ничего. Ну, вот такое дело. Я их не сужу, я не знаю. Ну, что, мало ли что. Он думает, что... Я так хочу, да, честное слово, иметь какую-то прибыль, да. Конечно. Нет, 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 не громадную, не большую прибыль. Нет. Просто я вырос в городе, так скажем, да, не привык к пельской жизни, так скажем. А вот уже в последнее время, не в последнее время, всегда так. Удалиться от этого города, разве навсегда? Жить где-то и раз в месяц приезжать. В город, не знаю, за зарплату, так скажем, за прибыль, не знаю. Хату, например, сдаешь. А что у вас так туманно видно-то? Почему как в тумане-то? У вас что такое? Глазок плохой? У меня камера. А, ну ладно. Ну, про них говорить не надо даже. Я сейчас с мусульманином с одним долго разговаривал, больше часа. Он знает Коран, считал Библию. А я Коран на Коран, у меня написана целая книга. У меня 38 книг вышло из печати о Коране. Я разбираю по сурам, а иятам. Я могу сказать, сколько буквок в этом, в Коране. Сколько каких знаков. Сколько раз упоминается Ибрагим, у нас Авраам. У вас Сулейман, у нас Соломон. Ну, все такое. Сколько раз упоминаются там сотоварищи. Я специально занимался. И за 1300 лет, что мусульманами, и о них было сказано. Это все в один том ходит. Вот так. Хорошо поговорили. Он говорит, ну вот как смотрит-то на то, что приходят там, убивают. Я говорю, а Хаджи Мурат, Льва Толстого там это описано. Когда все разгромили, русские отступили опять из гор. А они сидят. Аллах. А для чего эти люди живут? У меня внук был там 14-10 лет. Они его убили. У меня была пасека. Они все перевернули. Все пчелы пропали. А уже зима. У меня сено было. Другой говорит. Там, ну, козы держит, что там есть. Все сожгли. Для чего они, Аллах, живут такие? Я вместе с ними плачу. А для чего эти люди живут? И все это делалось государством, царем еще тогда, до революции. Это Олег Толстой пишет. Дед, а сейчас вы как думаете? Насчет, с чем связано, что люди не как в советское время были? Знаешь, люди, не знаю. Сейчас я своего соседа в лицо не знаю, например. А раньше как было? Раньше хорошо было, правильно? Но раньше... С чем это связано? С чем связано-то в период времени? Идеры делают, да? Это Господь допускает отдых. Вот сейчас говорят о прикоммунистах, бесплатно учеба, бесплатно в больницах. За коммунистов голосовать, за Дюганова. Мы не голосуем совсем, никак. Но и голосовать, если бы заставляли, за коммунистов не стал. Почему? Прикоммунистов у меня бы ничего не было. У нас бы, как в Северной Корее, ни одного телефона не было. Конечно. А мне Господь позволил, мы начали строить православную деревню, строим, где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Дальше. У меня вышло из печати 38 книг. Этого нельзя было при коммунистах. При коммунистах я сидел в тюрьме, не вылазил. Я сидел. Я из тюрьмы вышел в перестройку. Из лагеря вышел только. Меня туда не тянет. Дальше. Я начальник детского лагеря. Лагерь образовал. 45 лет. Тысячи детей без помощи государству. Ни рубля не дали. А при коммунистах душили буквально все. А эти души, ну, как-то маленько дают иногда вздохнуть. И поэтому, вот мы проехали миссионерская поездка. 120 тысяч километров проехали. Я в Барнауле живу, Владивосток, а потом до Лиссабона, Прибалтика, Скандинавия, Север. Прошли Турцию. Я везде дарил свои книги. 650 городов подарил. Это Господь сделал. Это не мое. Конечно. Вот как. А при коммунистах ничего этого нельзя было сделать. Но мы и тогда не уступили им ни в чем. Страдать, значит, страдать. Я на это пошел. Меня 26 лет гнобили. И в морозилке держали. У меня сегодня встало, и рука не поднимается. Руки выкручены. Но я за Бога. Мне радостно это. А при коммунистах, безбожниках, еще спрашивают. Я такие могу рассказать. Мы временно живем. А то, что это мир. Машина, деньги. Это все пустяки. Серафим Саров... Это просто предстоит для жизни. Да. Серафим Саров... Жить надо как человек или как животное. Даже животные так не живут, честное слово. Серафим Саровский говорит, вот если бы эта комната была полная червей, и все черви нас грызли бы, черви, ну и не один день, ну маленько, хотя бы лет сто, сто лет нас грызли бы, то стоит претерпеть ради будущего царства Христова. Вот так. Конечно. Поэтому наши страдания на земле, это уже вчерашний день. У нас вот брат недавно умер, он здоровый, почти два метра ростом, и нырнул, и семь позвонков у него полетели. И он лежал 17 лет. А кто эти Малаканы? Малаканы это духоборы, они, ну по-нашему, еретики, которые... Они живут в Азербайджане, да, есть у них село, да, Ивановка называется, на горах очень хорошее место, очень самое хорошее место, да, в Азербайджане. Ну по природе, по территории, по климату, так скажем, горы, там лес, сельское хозяйство. У них деревня есть как будто район, даже в Азербайджане такого района нет. Я слышал, что они раньше были изгнаны, да, из России или откуда-то. Нет, это они отрицают церковь, крещения нет у них, самые главные таинства отвергли. А, да, 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 они не крестились, и поэтому они их вышли. Да, на реке Молочной жили, там называется, или же во время поста молоко ели, и называется Малакане. Вот мы были... Но они Бога верят, да? Да, верят, верят. Мы были в Азербайджане, в Баку, и там мы ночевали в доме Умулы. Умулы ночевали. Мы с его женой хорошо знакомы, они очень грамотные. И потом я ходил в мечеть, и у них там молился. По-нашему, по-православному мы молились, а потом последний поклон сделали, как мусульмане. В Дагестане были, там комнаты для намаза нам открыли. И мы там разулись на улице. У нас, знаете, в школе, ну везде-то так, но очень много, да, вот этих молла, молла, у нас, которые занимаются, почти что я вам так скажу, честное слово, не буду добрать. Хорошие, те, кто вот, есть такие религиозные люди, да, которые делают добро, клянусь, вот тысячи долларов, две тысячи, кому-то помогают, и никто об этом не знает. Не надо там кому-то, да, идти, говорить, я этому это сделал, этому это сделал. Это не считается в твою пользу, да, перед Богом. Нельзя там говорить кому-то то, что ты делаешь, имеется в виду, да, как бы хвастаться, я ему тут, ну, делал, всё, делал. Моллы есть у нас, у нас, значит, один молла был, он, у нас, это, как вам объяснить, город, например, и бывает, самый главный в городе, Ахунт называют, самый главный молла, да, так скажем, его называют Ахунт. Имам, имам. Имам, да, имам Ахунт, вот видите, знаете, имам деревни, имам района, вот у нас есть район, я вам даже скажу, чтобы были, если вы в Азербайджан поедете, пусть все знают это. У нас есть район, называется Чур-Дамир, Чур, Чур это река, знаете, да, Чур, Араз, есть реки какие-то, Чур-Дамир, ну, река не пересекает этот район, поэтому так называется. Запомните, Чур-Дамир, вот Ахунт есть у этого района, его зовут Физули. Вы пишете? Нет, я не пишу. Запомните? Да нет, у меня все записывается, я сам не пишу, у нас все на аппаратуру пишется. А, вот, есть Физули, ну, сделайте так, чтобы мое лицо не показывало. Есть Физули, которые вот приводили, люди приводят к нему детей больных, да, типа он помогает. Как помогает, типа он, у него есть что-то, сила от Бога, типа он помогает молитвами из Корана или тому подобное. Была одна деревня, короче, несовременная, и оттуда приводят больную девушку. Не знаю, в шизофрении болеет она или, не знаю, чем-то болеет. И необразованная мать приводит ее к этой молле, а не к доктору, а к молле, чтобы этот Ахунт помог, да, типа. А у Ахунта и мама в вилла в районе, прямо возле мечети, 2-3 дома больших, представьте себе, как будто бизнесмен живет. Праду у него, не знаю. Вот, к нему приводят, и вот говорите, да, вы картошку, говорите, картошку попроси. А он какую картошку? Ему курицу, не знаю, там деньги, он миллионер, я вам отвечаю. И приводят эту девушку к ней. Он говорит, что пускай она ночью останется, девушка. Наверное, я не видел, просто взрослый, весь район, да, знал об этом, о новостях. Вот. И попросил, что мать пускай, говорит, останется она ночью, переночевать у меня. Что-то будет там, не знаю, что-то молитву читать будет ночью. И девушка больная же, девушке говорит, что, потом девушка маме рассказывает, и мама всем, да, рассказала, и все знали женщин об этом на районе. И говорит, что тебе привидение, или кто-то, какой-то дух пойдет к тебе. Ты не бойся, он будет белым, то-се. Папшу нам сказку придумывает, короче. И ночью он простынь берет, кидает на голову, заходит к ней в комнату, у себя же дома, и насилует эту девушку, да, она насилует. Ну, потом больная девушка, мама спрашивает, что он сделал, и она рассказывает, там, разделы, он так сделал, да. Девушка же больная, по-любому, расскажет все. И из-за того, что у него много денег, он оплатил, там, не знаю, по-любому, ментам оплатил, его не поймали. А эта бедная женщина осталась, там, со своими жалобами, и, не знаю, и тому подобное. Поэтому, говорю, дедушка, я уже только просто верю в Бога, да, в единого Бога. Что уж есть сила, Божия сила, есть Бог, кто нам помогает в трудные моменты. Не знаю, все, что происходит с нами, и плохое происходит. Либо, у меня такое мнение, да, либо два варианта. Либо это как экзамен, либо же за грехи я отвечаю. Понимаете? Это то и другое. Вот вы рассказали, что он зашел к женщине. У нас в Житии Святых описано, Яков Постик, у него точно так же. Оставили девушку, и так же все случилось. Но он только испугался, ее убил. А потом испугался и труп бросил в реку. А потом ему Сатана говорит, а теперь повешайся. И он повесил. Нет, не повесился. Его там один монах принял, все это, и он молился, и Господь ему простил. Все. Я говорю, простил-то, простил, но он-то должен понимать, что это такое. Вот такое есть. Он сам себя простит? Ну, конечно, сам себя-то не простит никогда, может быть. Дело в том, что относительно прощения, это я с мусульманами много раз беседовал. Ну, вы понимаете, я говорю, грех-то сделан, и как? Ну, добрые дела делать. Ну, он сидит уже в тюрьме. Я завтра ночью казнить буду, типа. Он убил пять человек. Что он должен делать? Речь идет о душе, о вечности. Ответа нету никакого. Я говорю, Христос умер за грехи людей. В этом все. Я его верю в это. Господи, ты мой грех взял на себя. Прости меня. Он имеет право простить, как великий банкир, подписать счет. Потому что он за меня. Вот в одном месте он подписал. Нет, почему? Говорит же, в Коране же, вообще, да, говорится, Бог... Говорится, не прощает. Бог всегда прощает. Независимо. Всю свою жизнь говорит, да, всю свою жизнь. Если, да, я брать не буду. У меня муж и сестры, как бы, да, и религиозных людей вокруг много. Ну, это не спорная тема, просто, да, из хадисов, из суров, они говорят. Всю свою жизнь, да, ты... Это не факт. Это не стопроцветная поесть. Это просто... Опять-таки, это знает Бог. Простит он и тебя, или нет? Написано, возмездие за грех смерть. Смерть. Мы в доме Мулы беседовали, там, мусульмане. И смерть. Все согласились. Смерть. Не может Бог простить, потому что это не его качество прощать. Он должен грех наказать. Божья святость не терпит этого. Адам с Евой согрешили. Что там? Плод сорвали-то. И уже больше ста миллиардов умерло за это. Миллиардов, не миллионов. И поэтому за Бога решать не надо. Его свойство. Грех должен быть наказан. Смерть. И да, это Сын Божий умер за нас, Христос. Вот теперь оправдание ради Него. Ради Его жертвы. Вот один был царь, говорит, он приказал там что-то какое-то, что-то такое там. Но и оказалась виновная мать. И она должна получить 40 ударов палкой. И тогда сын пришел, он как царь, снял одежду и говорит, я за нее принимаю удары. За нее. Теперь ее могут простить, потому что все. Или, допустим, у тебя сын играл там, или у меня, и разбил окно. Ну, простить можно, но окно должен я за свой счет стеклить. Не просто так. Вот это означает, за нас умер Христос. Вот был такой Шингиз Айтматов. Вы слышали такого? Нет. Ну, Киргизия у вас, недалеко от вас, Шингиз Айтматов. Мусульманский писатель, герой социалистического труда Киргизии. И он написал, не задолго уже до этого, лет за 20 до конца, он написал плаха, роман. И у него спрашивает корреспондент литературной газеты, ну, называет его по имени-отчеству. Скажите, а почему у вас главный герой христианин, а вы мусульманин? Он говорит, Мухаммад много делал добра, но умер за грехи людей Христос. Это большая разница. Или я подам кусок хлеба, или я умру за кого-то. Вот ответ. Мусульманин, он понял это. Христос умер. Я согласен, все, что говорите, дружное, все. Мне спасить надо. А спастись только можно через Христа. Другого имени нет под небом. Он умер за нас, как Бога-человек. Я вот сейчас только с мусульманином с этим разговаривал. И они ничего на это... А скажите, пожалуйста, вот у нас есть такое, да? У нас, вот, что есть у нас? Я просто не хочу, дедушка, у меня информации мало. Я просто для себя его хочу у вас узнать. У вас услышал другого, потом по-своему я сфальмируешь все и пойму. Вот у нас, например, был, говорит, это имамы были, воины, да? Сахаба называется, воины пророк, так скажем. Которые за ислам воевали. Да. Был Хусеин, был Али, да? Вы их знаете, Али. Есть еще этот... Хусеин был, еще Али был. Вот у нас есть еще шииты и суниты, правильно? Правильно. Да. Суниты, они только говорят Бог, Аллах, Аллах, Аллах. Не только Бог, да? Всевышний. Но уважают и воинов, и людей, которые воевали за религию. За ислам они воевали, и шахиды стали умерли. То есть они хотели против, да? Шли. Кто шел против религии, они за это воевали, да? И шииты, они, вот, например, да, я поднимаю, элементарно вам скажу. Что-то тяжелое поднимают, правильно? Вот, например, говорим, у нас что говорят? Я Аллах, я это что? Ну, возвышение Аллаха, да? Когда что-то тяжелое поднимаем, как будто я прыгаю, или тому подобное. Я Аллах говорю. А шииты говорят, я Али. Да? Я Али, я Усейн говорю. Понимаете? То есть они что делают? Они возвышают их. Они сделали кумиром для себя. Вот бывает день Ашуры. День Ашура бывает, когда они себя бьют, цепями бьют, так крови. Так крови, они себя бьют цепями. И в некоторых странах у нас тоже есть, но не разрешают, да, строго относятся к этому. Они берут мечом-мечом и бьют по спине, не знаю, по голове, чтобы там кровь выходила. В Ютубе есть такие видосы, которые, они скоро приезжают, да, они в смертельном положении остаются. И они это делают. За чего? За то, за Али, за Усейна, которые они, они типа, знаете, как прояснить? Они хотят почувствовать ту боль, которую они испытывали во время войны, во время смерти и тому подобное. И всегда вот между суннитами и шиитами идёт как-то спорные вещи, много спорных вещей идёт. Очень. Ну, воевали Иран и Ирак, воевали между собой. Там погибло сколько людей у них. А те и другие Христа не знают. Христос – Спаситель мира. Иисус переводится «Спаситель» с еврейского. Он умер за наши грехи. В этом всё. Мы не религию проповедуем, а Христа, который умер за нас, и имеет право прощать. Никто не может грехи прощать. А Аллах прощает. Бог не прощает греха. Почему? Это не его свойство. Так он всемогущий. Не всемогущий не в этом плане. Он не может лгать. Так он всемогущий. Он не может лгать. Это не его свойство. И Бог не может отречься от самого себя. Сказал, а потом я этого не говорил. Бог этого не может делать. И поэтому он посылает Сына Своего, который рождает Садееву Марием и Марьям. И он умирает на кресте за наши грехи. За мой грех. Лично мой грех. И теперь я... То есть у вас тогда в Библии говорится, что это Сын Бога? Там, говорится, да? Да. Он Бог. Бог Христос не просто пророк, а Бога-человек. И не три Бога, а один Бог. Три единые. Три троица. А как? Это никто не знает. А я не понимаю. Ну, ты плотской человек. Что тебе рассуждать-то, я говорю? Сейчас разговаривали. Вначале было Слово с большой буквы. Слово было у Бога. И Слово было Бог. Что доказывать-то? Он Бог. Отец, Сын и Дух Святой. Троица. И это не три Бога, а один Бог. А как? Это недостижимо. Это нельзя понять. А как так? Вот солнце бывает и свет, и тепло. Как это так? Не знаем мы, как это. Хорошо, мы с вами встретились. У вас, если будет желание, когда встретиться, вы можете зарядить в скайпе Игнатий Лапкин. А у вас в отцапе нет? У меня скайп есть. Скайп. Игнатий Лапкин. Но у нас большой канал. Вот мы что-то говорим, у меня все записано. В ютубе канал. Называется «Во свете Библии». «Во свете Библии». Сейчас меня там покажут, да? Обязательно даже. Мы с вами хорошую беседу. В «Во свете Библии» у нас там 14500 роликов. А можете это, мое лицо немножко, чуть-чуть, что-то там... Никак, я не... Мы, видите, лекторы, бывает там фотографии. А мы берем, как вот есть, так и ставятся. Не, 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 я это понимаю. Просто что... Я вот рассказываю, да, про имам или там подобное, да? Ну, что говорить. Какие мы есть, такие и есть. Что нам тут это? Мы, кажется, не замуж выходим. Мы ничего не добавляем. Мы благодарим Бога, что мы считаем, Ислам – это бич Божий. Пришел наказать христиан за отступничество. Дай Бог всем здоровья. Да. Не зависимо от религии, чтобы быть правильным человеком. Да. Придет антихрист. И делать мало грехов и помогать окружающим. Я так думаю. Ну, так. И не надо спорить, что ты прав или я прав. Это религия. Я не могу спорить, потому что у меня мало информации У нас четко написано. Смотрите как. Евангелие от Яна, 3 глава, 36 стих. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. Неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Дальше. Считаем мы Деяния апостолов, 4, 12. Нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Вот и весь ответ. Другого имени нет. Христос умер за наши грехи. А мы последний пророк. Да я ничего вас не оспариваю. Как верите, так и верьте. Но без Христа спасения нет. Он взял грехи мира. Он умер за меня и кровь свою пролил. Страданием на кресте меня он искупил. Вот это разница большая. Одно дело, меня он кормит, дает мне солнце, свет, землю. И другое дело, меня грешника, погибшего, никому негодного. И он меня избирает. Мне было 23 года, я из армии вернулся. На море работаю моряком. Учусь в училище. И в это время мне в руки Евангелие дали. И уже через полчаса примерно, когда стали молиться, я первый раз своими словами помолился. А то я родился в старообрядческой семье. Молитву-то знаю наизусть. Я встал и на себя смотрю, как будто это абсолютно другой человек. У меня все вот так перевернулось. Вот говорят, а кем ты хотел быть? Ну, маленькие. Я хотел быть террористом. Я всю жизнь готовился стать террористом. Отомстить коммунистам за то, что они сделали. Я тренировался. У меня ружья там с собакой. Меня не возьмешь живьем все равно. А Господь сказал, тебя будут бить, тебя будут убивать, тебя будут арестовывать. Господь все вот так мне по-другому сделал. И поэтому мы мусульман очень хорошо знаем. Наши жили в Киргизии. И мы в дороге встречали. Вот шесть мусульманских республик прошли Турцию. Нам плохих мусульман Господь не посылал. Везде были хорошие. Хорошие. Но мы им всем говорили, если здесь, по-земному, ничего больше не надо. Этого достаточно. Но мы верим в будущее за гробом. А поэтому без Христа спасения нет. Нет. Он умер за наши грехи. Я очень с уважением послушал вас. Дай Бог вам здоровья. Спасибо, Христос. Я не знаю из-за чего, но где-то как-то да. У нас по-другому. Может, у меня мало информации. А вот сейчас только мне написали с Москвы несколько человек армян, грузин, которые не знали Христа. Там армяне по-своему вели, азербайджанцы по-своему. И они стали христианами. Крещение приняли. В прошлом году к нам приезжал мусульманин и тоже стал христианином. Мы строим деревню православную с нуля. А брат у меня священник. 40 лет он уже священником. Мы идем на это очень серьезно. Надо воевать. Мы никогда оружие в руки не берем. А как? Враг голоден? Правильная дорога была бесконечна. Да. Вот у нас это положено так. Враг голоден, накорми его. Жаждет, напой его. И мы вот, я говорю, ездили в дороги где. Мне говорили, ну вы хотите быть мучеником, чтобы вас за Христа убили. Но я не скрываю этого. Я писал этому Путину, чтобы меня разрешили в ИГИЛ проехать туда. Среди них жить. Там молиться и мне их жалко, что их молодежь такая погибает. Это другой разговор. Но если я в это поверил, для меня другой жизни уже нет никакой. Я только для Бога. Как Господь? Я сравниваю себя с Библией. А что там написано? А как Господь велит? Вот мы встаем сюда в 4.40 и мы молимся. Вот на наш Ютуб зайдите и вы увидите утренние молитвы у нас идут как. Как называется? Во свете Библии. Во свете Библии. Да, да. Свет идет, который как. Во свете Библии. Я понял. И рядом напишите Игнатий Лапкин. Игнатий. А я себя когда увижу? А? Когда себя увижу? Ну, я не знаю, когда у меня, может быть, через несколько дней на нашем Ютубе. У нас повторяют 14 тысяч 500 роликов. Это один из самых больших, огромных. Ну, даже не знаю. Да может и нет нигде. А если напишите так во свете Библии, напишите не Ютуб, а сайт. Вы зайдете на наш сайт. И вы там увидите мои книги 38 томов выше и 7 в интернетной версии. 4 тома стихов у меня по 800 страниц каждый том. Вы там увидите государственные фильмы, она снятая. Государственная. Тогда на катушке такие вот большие бобины снимали. Официальная. Первое место в мире заняли ролики эти. Одни ролики эти. Кинофильмы. Документальные. Вам будет очень интересно это. Даша, а если... А как только откроете сайт, во свете Библии сайт, то справа 55 папок стоят вот так вертикально. Каждая папка написана мусульманство. Мусульманство, христианство, старобрящество, семья, работа. 55 папок. Ты ткни папку, откроется. Допустим, евреи. Ты открыл там 176 вопросов. Одни вопросы. В каком томе у меня написано. Ты ткни его. И сразу идет ответ. Ответ бывает иногда на несколько страниц. Я отвечаю, что Библия говорит. Что поэтому... Это студенты мне задают. Я в пяти университетах вел занятия. Школ 13. Во всех отделах милиции. Три радиопрограммы регулярно вел. И у меня тысячи вопросов были. И вот здесь я отвечаю на 4124 вопроса. Что говорит Библия по вопросу? Что говорят святые отцы? Это 300 томов. Что говорят каноны? Это 719 правил. Что говорят жития святых? Это 1173 биографии. А теперь, если я отвечаю по... Студентам говорю, я буду отвечать. Кроме этого, что говорили поэты России за 300 лет? 300 поэтов. Это 20 тысяч пайлов надо крутить было. Тысяч. Шесть стихотворений из разного столетия. И каждый эпиграф из Библии. Это 26 том. Это супер уникальное произведение. Я посмотрю, дядя. Обязательно. Вот. Не забудьте, если надо будет в скайп зайти. В скайпе я один. На весь интернет. Игнатий Лапкин. Игнатий. Да, Игнатий Лапкин. Вы можете на меня выйти хоть сегодня. Сейчас сохранюсь. Игнатий Лапкин. Русскими буквами? Русскими. Все русскими. Игнатий. Лапкин. Во свете Библии везде добавляйте. Сайт. Если форум добавите, там 1600 тем. Огромные темы. Там все. Инстаграма нет? Есть. Тоже есть. У нас большой коллектив работает здесь. А в инстаграме как? Там точно так же. Только там этими буквами. Латинскими. Латин. Да. Игнатий Лапкин. А если в мой мир зайдете, мой мир. Там по-русски Игнатий Лапкин. Мой мир. Там 22 тысячи наших фотографий только. 9 тысяч, кажется, роликов. У нас очень большие ресурсы. Я благодарю Бога, что мы с вами встретились. Я тоже. Господь близок говорит. Я тоже рад, что вас встретил. Просто чисто, что друг друга слушаем. Пи-пи-пи. И друг другу как-то поддерживаем словами. Не знаю. А если я вас слушаю, значит, я проявляю знак уважения. Правильно? Если вы это все хорошее мне объясняете, значит... А вы не в Баку? Вы не в Баку? Не, я в Москве. А в Баку будете, нет? Не, нет. Я три года там не был. Пока сейчас не думаю в скором времени ехать туда. Я сегодня этому мусульманину задал вопрос. Скажите, сколько мусульман-то? Ну, он так, с ошибками, ну, где-то приблизительно. Два миллиарда. Христиан два миллиарда и двести миллионов. Больше. Но сколько евреев? Он не знает. Я говорю, тринадцать миллионов. И вот два миллиарда, они не могут их сбросить. А по территории, которую Израиль занимает, и рядом мусульманские страны, в пятьсот раз больше. Пятьсот. Один на пятьсот. И ничего нельзя сделать. Почему? А это предсказано в Библии. Один еврей над всем миром будет царем. Один. Выдавать себя за Бога. Он будет царствовать в Иерусалиме, в храме, а там, в которой мечеть, это все будет разломано. И он будет царствовать сорок два месяца или три с половиной года. Нигде ни в одной книге не написано, кроме как в Библии. Это пророчество. А что сделать? А мусульмане его сразу примут. Антихриста. А он все. И обрезан, и все сойдется. А христиане многие не примут. А остальные будут убиты. Горе будет такое великое, которого на земле не было. После этого будет судно? Или когда? Это сначала мировая война пройдет. Согласно Слову Божьему, погибнет примерно два с половиной миллиарда людей в войне. Двадцать с половиной? Ну, это, наверное, атомная бомба. Третья часть. Третья часть написана. Третья часть. Ну, сегодня семь миллиардов и с лишним. Два миллиарда. А во второй мировой только пятьдесят миллионов. Пятьдесят пять миллионов погибло. Два миллиарда – это хаос, и мировой. Конечно. Конечно. Москва сгорит в первый же день. Почти. Москва сгорит. Прямо написано. Прямо Москва написано? Не написано. Написано Вавилон. А Вавилон – это Рим. А Рима – три. Рим. Дается толкование о Риме. А Рим – первый был древний Рим в Италии. Второй Рим – это Стамбул, где сейчас в конце. И третий Рим – Москва. А четвертому не быть. Это все разъяснено уже. Так что в Москве сильно-то не задерживайтесь. Я не люблю. Я только из-за денег пришел. Вот. Давайте христианином делайтесь, и к нам приезжайте в деревню. Работать будешь. Чистые продукты. Экология чистая. Ребятишек воспитывать по-христиански. Если приеду, дай Бог. Да. Приеду просто в гости, как мусульмане. Да. Ну, с Богом. Вам так же, да. Храни вас Господь. До свидания. Спасибо большое. Спасибо. Аллилуйя.